Самый холодный год, самый не солнечный, сахару мало. Вот это сладчайшие вещи, вам могут это. Пробуйте, подходите, угощайтесь. Вначале фотографируйте, а тут все сидят. Все они сидят, там еще много. Давайте сюда быстренько и вообще не теряйтесь. Это как называется слива? Это фаина, да? Это китайская слива, сувенир Востока. Да, а вот это абрикос. Угощайтесь, давайте, а то мы здесь и так будем. Это сувенир Востока. А такие сажи? А я говорю, нет, а таких сажи. Это с косточки. Моя задача научить вас самих выращивать. Вот для этого можно всего лишь, даже вот одного сегодняшнего дня может хватить, но потом будет добавить еще дни. Вот. Самое главное, сейчас мне вам нужно будет устроить опрос. Давайте быстренько говорите, откуда вы. Вы давайте по порядку. Пермь, Веченск, Асиники, Омск, 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 Алтай, Алтай, Красноярск, Москва. Север Тюменской области. Ой, волосы. Так, то есть мы, теперь я знаю что? Я знаю крайности, да? Самый мягкий климат присутствует где? Алтай и Москва. Так. Север Тюменской области. Что-нибудь здесь для вас ученим. Вот. Остальные, ну будем говорить промежутки. Пермь, жесткий климат. Прогласны? Да. Вот, посеве наш нет. Чуть-чуть потеплеет. Запомните, с чего мы начинаем. Реально это или нереально? Кто видел мою таблицу, она есть на сайте. Таблицу прислал Курдюмов, сейчас вы все поймете. И там Красноярск, Новосибирск, знаете, это самые крутые города, это самые морозы и прочее, прочее. А дальше идет Сеногорск, дальше идет Челебинск и оказалось. Всего, если брать среднеземную температуру, вот этот район, всего на один градус теплее, чем Красноярск и Новосибирск. Один градус. Это много, спору нет. Один градус, это все-таки, а с другой стороны, это всего лишь один градус. Получается, фактически везде можно все это роскошь вырастить. Вы не видели этих 50 абрикосов, от 5 до 15 ведер, кучи переломанных веток, вы не видели, что это творится. Таня, сколько ты с этого сняла? Ты его перекрестись и скажи. Сколько ты с него сняла? Ну, везде 8-10, он больше, не помню. Вот. Слушайте дальше. Слушайте дальше. И что получается? Сама реальность велика, но нигде ничего нет, к сожалению. Поэтому вы здесь все и находитесь, чтобы сказки были. Ну и вот, каждый район имеет свои какие-то особенности, которые могут помочь или которые могут помешать. Вот. И энтузиазм на нашей стороне, и отсутствие знаний тоже на нашей стороне. Потому что, избавив Бог, я, когда 5 гектаров брал на острове и ставил с эфиром, на него заставили взять экзамен. Какие учебники я брал? Для вузов распахать всю почву, эта почва складывалась веками, тысячелетиями, на глубину метр, два, три, все полностью сложившиеся системы. Это только кажется, что это земля. Это громадный подземный город, в котором кипит жизнь на высоте, метр глубины, два, три, кипит жизнь. Там все связано между собой. Это не какая-то вот просто земля и земля. Она живая. Миллиарды невиданное количество этих микробов, бактерий, червей, грибов. Все это пронизано от подземных источников до верху. Везде вентиляция, везде аэрация, везде канализация. И все это завязано вокруг дерева. Все полностью. И когда мы берем, открываем учебник, там написано перепахать. Вы представляете, с чего начинается? Перепахать. Потом уничтожить все, что осталось в живности, минеральными удобрениями. И пошло-поехало. Сибирь – очень короткое лето. Настолько короткое, что каким чудом это успевает подготовиться к зиме? Ну, каким чудом вы поймете позже. Ну, чудо такое, что этого, в принципе, не может быть. Почему? Где-то в феврале проснулось дерево, где-то в декабре уснуло. Это Германия, Франция, Италия, Польша. Ну, может быть, и в Украине. И вдруг это дерево сюда попадает. А они отсюда. Они же туда. Как обмануть климат? Для начала нужно, чтобы дерево имело максимальную возможность выжить. Это означает, что открываем учебник, открываем статью. Прививка в мае. В июне пошел побег. Когда он вызреет. А здесь, вот у Сергея Валерьевича Железова, питомники. Видели фотографию на сайте? А еще там других еще нет, места не было. Я по пояс снегу раскопал, привил, бутылкой накрыл. Первые лучи солнца. Тут, получается, на месяц опоздание, а тут на месяц опережение. А то и на два. Сад спит. Все, полностью. Ни одной почки. Все еще спит. Еще начало апреля. Еще даже конец марта. Здесь это зима, конец марта. Еще снег не сошел. А под бутылками зеленая почка. Представляете, какая выгода. И к осени лучшие саженцы, это самое, успевают войти в зиму. А второй момент. Он связан с тем, пересаженный, не пересаженный. Естественно, что если его больше не трогать, дальше он успевает, он впитывает местный климат в течение года двух. Или погибает, или уже не погибнет никогда. Потому что внутри этого дерева, привитого, непривитого, идет перестройка. Она идет настолько интересно и настолько быстро, что дерево использует свои резервы. И вот там оно должно было 9 месяцев развиваться. А тут засечь успевает. Но это уже после. Вот эту первую хитрость использовали. Бутылочкой накрыли. Потом начинаем мы все-таки немножко с другого. Итак, по порядку. Я вам просто привел пример, что если использовать чудеса, не чудеса, а наоборот, простые, обыденные вещи, можно многого добиться. Начнем с самого начала. Значит, вот бывшее заброшенное колхозное поле. И колхозное, ну, картофельное поле огромное. Вот мы не смогли, но отсюда до острова мы не смогли на острове проводить семинар. По той причине, что половодие, туда только всех перевести полдня надо. И оттуда полдня. Поэтому у нас получилось впервые не на острове. Вот это поле, оно было заброшено, и теперь на нем растут только одни сосны. Миллиарды семян, тополей, акаций, осин, все что угодно. Они ни одна не сходят. Я специально для фотографии еду. Ни одна. Почва не принимает семена. А с чего вы взяли, что она плодовые семена примет просто так? Без обмана, без прямого обмана не обойтись. Вот так вот. Начнем обманывать. А, еще тут же, вот, если бы вы ехали с той стороны, вы бы увидели огромные березовые рощи. Одни березовые. Почва приняла только березовые семена. Все. Больше никакие. Но мы со школьного учебника биологии знаем такое слово «смешанный лес». И этот смешанный лес прекрасно себе существует. И он является наиболее здоровым. Теперь начинаем мы хитрости разгадывать. Смотрите сюда. На острове, когда посадил 1650 яблонь, летовало тля в неимоверном количестве. Это страшно было смотреть. Все листья свернуты. И даже молодые деревья просто гибли. Вот. Почему? Сразу отвечаю. Это моносад. Вы же уже знаете яблонь садец яблонь, знаете эти книги, знаете сахи. Вот. Смотрите. Моносад. У него есть болезни. И деревья эти болезни распространяют друг на друга. Так же как люди. У них есть свой гриб. У них есть свои ОРЗ. У них, у деревьев, все-таки климат жестокий. У деревьев есть свои эти самые заболевания. Знаете слово «рак» произносить как-то. Язык не понравился. Но приходится. Все у них есть. Все как у людей. Моносад. С одного края заболел. И вот эта вот причина. А ведь вы знаете, откройте любой учебник. Вот. Я забыл представить. Перед вами сидит сам Горновул Владимир Терентьевич. Вот. Дело в том, что у нас проходит семинар, да. А мы взяли за практику с организаторами. У нас обязательно должен быть какой-нибудь садовый тяжеловец, суперспециалист. Почему? Это придает авторитет нашему. Только не забывайте, чем вы если. Теперь, чтобы вы поняли, насколько Горновул серьезный человек. Значит, звонок от этого сада, я не помню, рассказывал. У меня от Бродского. Бродский – это тоже семинар нашего клуба. Это Дальний Восток. К нему приезжают китайцы. Устраивают допрос. И говорят, в наших университетах изучают. Зерезова, Горновулова, Латинькова и Бродского. Заметьте, ни одной фамилии ученого не назвали. Четыре садовода-любителя. Очень серьезный человек Бродский, он такого придумать не мог. Ну и вот, продолжая, что пройдет немного времени, он со мной здесь спорить не будет. Он потом, он оппонент, то есть он потом меня будет, ну как сказать, очень интеллигентно, очень воспитанно поправлять. Я не прав. А потом уже где-то, какое-то у нас появится уже общее мнение. Пока я говорю о крайностях. В чем заключается крайность? Все, что я буду говорить, настолько неожиданно, настолько не вписывается в эту самую традиционную науку, что дальше буду говорить, вы будете шокированы. Итак, я утверждаю, что яблони с яблонем, груши, груши, абрикосы, абрикосами – это страшная ошибка. Моносады болеют, они беззащитны перед всеми этим, перед всеми всем угодным. Вот. А что такое смешанный сад? Если есть смешанный лес, и он существует, и смешанные леса, и школьное слово, помнить в школьной биологии. Это когда рядом береза, тополь, осина, акация, и еще там дуб, граб и прочее. Вот это и есть смешанный лес. Для нас это очень важно. Дело в том, что с каждым годом вот в этом саду, а здесь никто специально не садил яблони с яблонями, постепенно выработалось то, что я называю самозащита. Симбиоз. Нет, это еще не симбиоз. Ну, то есть это начало симбиоза. Почему? Потому что вчера его не было, а сегодня... А это никогда не... Когда-то это будет симбиоз. Так вот, вы знаете, тля лютует на сливах, причем не на всех, а в основном на сливах-аренклодах, домашних сливах. И тля лютует на яблоны. Они могут уничтожить полностью небольшие деревья. Они останавливают рост у двух, трех, четырехлетних деревьев. Они потом по месяцу болеют и отстают. И что такое больное дерево? Оно потом к концу лета даст побеги. А какова их судьба? Опять замерзут. С тлей надо бороться. В этом году опрыскал. Когда-то опрыскал 15 раз, потом 10, 8, 6 в этом году. Три раза. Но это речь идет о саженцах. Так? Вот. А эти деревья никогда не опрыскали. А теперь что получается? На абрикосе тлей нет и никогда не было. В жизни не опрыскал. Смотрите. Абрикос. Груша. Кстати, неплохая груша, да? Судя по всему, процветающая. Красивая. Абрикос, яблоня, яблоня, абрикос. Ну-ка ищите мне тлю. А тля это только один из факторов. Да, она во многих случаях решает, быть саду или не быть. То, что я пережил на острове в этом моносаду. Да, его потом сожгли. Но остались наблюдения. Потом эти наблюдения по ночам перешли в какие-то новые качества. И вы первые на всей планете узнаете, что моносад – это неправильно, это плохо. А наоборот, есть понятие лопатия. Лопатия – это значит, что получается? Яблоня ненавидит абрикос, абрикос ненавидит сливы, сливы ненавидит грушу. Я не спорю. Есть такие понятия, потому что интересно ведут себя деревья. Они преобразуют под собой почву. Они не любят соперников. Они не любят подростков. Они мало того, что заслоняют подростка солнце. И бывает дерево, которому 20 лет, оно у меня по пояс. Ну, без солнца росло. Оно еще и почву не специально отравляет, а делает ее непригодной для какого-то конкретного родственника. И вот эти вот самые косточки, семечки должны разноситься или сознательно людьми, или бессознательно животными. Так? Бессознательно. Но никак не самим деревом. Как под ним лежит, и чаще всего не всходит. И опять нужно же дерево обманывать. Нужно собрать, поднимать, посадить в другом месте. Теперь получается место месторожи. Вот здесь вот у меня, я потом покажу, останется время, напомните, рамками геопатогенной зоны. Тех, у кого это тоже часть, одна из проблем. Они могут быть геопатогенной зоны небольшие. Мне она сильно не мешает. Я даже вот, когда мы Сергеем там, я ему помогал, садили, вот новым часом, там 8 соток прикупили, да? Я мог бы обойти, мог бы колышками. Вот. Мы садим все подряд, потому что, это, здесь они относились. Ну, то есть где-то хуже растут деревья, они сами вывезут. А кто-то взял гектар 2-3. А вот за Сайногорском начали давать землю, люди построили дома. А сады мрут и мрут. Почему? Значит, голое поле. Это вот так, Сайногорск, пальцем по направлению. Голое поле. И когда я приехал посмотреть, почему у человека погибся, моего друга, пастуха Валерия Ивановича, оказывается, это ужас было смотреть. Да до самого горизонта ни одного кустика нету хреновенькой трава, ни одного кустика, и ни одного дерева дикого. То есть, и опять миллиарды семян, они же ветром разносятся. Не значит, что вот тут она упала. Ветер несет, да так несет. А видели вы, как эти самые, размножаются миллиардами семян сосны. Нету. А люди садят деревья, где ни одно дерево-то, ни это, дикое, не нашло себе места. И что это получается? И у человека ничего не получается. Я привожу рамки. Знаете, честное? Вот так вот. А там сплошное биополе. Вопрос только, где больше, где меньше. Каким чудом построил дом на чистом месте, непонятно. Вы бы видели двухметровые эти помидоры, два метра шпалеры, и смотреть на них хорошо. И прямо как по заказу. И рамки не нужны. Два ряда отличных. Два ряда мертвых полностью, два ряда отличных. Большую часть сада посадил в эти гапитогенные зоны. Вот. Вот эту проблему вы должны знать. Особенно, кто берет много земли, и особенно берет там, где никогда лес не рос. А человек кладет большие деньги. Посмотрите. Звонок был, я почему спрашивал. Я думал, вдруг все-таки приедет. Звонок с Казани. Человек говорит, у меня 60 гектаров. Сколько деревьев туда влезет? Я быстро умею считаю. Если садить по сибирским меркам, да, это надо умножить на 400. 60 на 400, это четверть миллиона, да? 400 деревьев, 60 гектаров, четверть миллиона. А по европейски два раза меньше. Я ему говорю, по европейски, а вот Казань, Европа, пусть будет 120 тысяч. Приедьте, вам можете посадить сад. Я говорю, вы что, миллионер, да, миллионер. Я говорю, вы знаете, по колхозным меркам, а, кстати, вот мы для чего здесь сидим. Каждый раз, когда я начинаю, я тут забыл провести опрос небольшой. Почему? И вот сейчас я спрошу, кто из вас собирается завести собственный сад промышленный, который будет кормить? Не дачный, там, погреб за кашкой, а промышленный. Поднимите руки. Вот представляете, я хочу. Нет, только не там, не там. То есть нет таких, да? Нет. Тогда еще вопрос. У кого из вас есть сельхозобразование? У вас, да? Ой-ой-ой. У меня не чисто, как говорится, вот, или там, кладовый. Я включал сельхоз, работал 10 лет в системе сельскохозяйства, но мы занимались зерновыми. Значит, КРС был, ну, с охоза Рита, возле Красноярска. Ну, зерновые, они, конечно, общим правилам подчиняются. Это когда, вот, допустим, вы садите азима, я сажу под зиму семена. Вот это только у нас общего есть. Ну, ладно, я понял, только вы. Так, и вы. Садились? Точно так же сельскохозяйственные, зерновые, животноводство. Вот. Так вот, смотрите, что получается. Значит, здесь желание вырастить промышленный сад никто не имеет. Второй вопрос. Питомники. Ну, почему? Которые... Питомник можно, да? Есть желание. Ага, понятно. Все, тогда, значит, с вами будет отдельный еще разговор. Дело в чем. Смотрите, я... Это уже... Это касается... Пусть это коммерческий вопрос. Вот они, косточки, да, всевозможных сортов. Вот, читали на сайте, на моем. Всевозможных сортов, размеров и качества. И вот получается так. Человек у меня покупает за 20 рублей косточку, а кто много купит, будет дешевле, кто еще больше купит, будет еще дешевле. Например, пол цены. И потом он может же как? Если правильно все делать, 90% схожесть, а саженцы в вашей местности... Ну, не найдете таких. То есть кто-то может уже делать и питомник, а питомник подразумевает маточный сад. Из маточного сада это не питомник. Это наша болезнь всероссийская, когда на знаменитых питомниках нет маточных садов. Загадка века, как и с чего делают саженцы. Маточных садов нет, семян нет, саженцы продают. Отчасти разгадал. Прямые поставки пошли с этого. Уже не столько в Средней Азии, а с Англией, с Голландией. Свои дырки вешают. Но это не все еще, которые выращивают. Вот где берут материалку. Итак, значит, мы помаленечку сейчас дойдем до сути. Значит, получается так. В этом месте посадили у вас грядка вся густая, густая, вся в воде. Саженцы. Эти же семена посадили двух метров в стороне, они не зашли. То есть, следующий парень загибаем. И тот же принцип нескольких корзин с яйцами. Вот кто-то возьмет 10 семян, а кто-то возьмет тысячи семян, а кто-то пять тысяч семян. Особенно кто возьмет тысячу и пять тысяч. Пожалуйста, не садите их в одно место. Вы рамками владеть не умеете. Но если хотите, потом получу. И вы можете оказаться в такой ситуации, что посадили все в одном месте. Не взошло или плохо взошло. Речь идет о подзимней посадке. Она хороша там, где много снега, где снег накрывает сразу. Получается естественная стратификация. И она плоха там, как у нас. Мы вынуждены стратифицировать, потому что у нас, к моему великому сожалению, очень сильные атмосферные перепады, атмосферные морозы, бесснежья, и вот эти перепады бесконечные, они убивают семена. Осень, семечка лежит под землей. Кстати, только еще осень. Бах, минус. Полежало, полежало. Бах, плюс. Она решила весна. Стоило ему лопнуть, прощай, семечка. Зиму уже не переживет. Весна. Потеплела, оттаяла земля, косточка лопнула, росточек, бах, мороз. И это бывает. Страшно, но бывает. Я помню, первое число апреля, минус 20, 25. Ну куда? Вот это опасность. Значит, обманываем семена как? Стратифицируем. Стратификацию я расскажу всего в двух словах. Вы, у кого из вас диски мои есть, чтобы меньше говорить на эту тему, которую я говорю? Поднимите рот. Сегодня. Вот. Значит, это самое. Фактически все, да? Я скажу сам принцип. Вам тогда легче будет работать с семенами. Дело в том, что, подразумевается, что это самое. Раз диски купили, то... Еще короче. Есть такое понятие, безморозный период. Это может быть Италия, Франция, Англия, Бельгия. С удовольствием пошел оттуда. Там оно упало, семечка. Может и небольшой минус. Пришла пора. Ну для абрикоса это обычно 2-3 месяца. Ему пора уже выходить. А здесь 6-7 месяцев зима. Ему надо создать особые условия. Опасность осенней посадки, я уже сказал. Значит, храните в сухиме, храните в холодильнике, например. Лучше всего стеклянная банка. Крышка, оно проветрует время от времени. И вот наступает февраль. Именно для холодильника. Вы берете лекарь. Вы его смачиваете водой, а потом руками перемешали и почувствовали, что он сыроватый. Но когда руки достаете, они сухие. Не мокрые. Вот достали сухие, даже не прилипает в песок. Вот. Чуть-чуть сырая. Так. Вот. И в этом же холодильнике, храните до апреля, время по времени, через стеклянную банку, поглядывая, росточки появились или не появились. Росточки, через стеклянную банку много видно. И что сверху появляется, и что сбоку появляется. Ростки появляются на глубине. Я проверял. Это очень важно знать. Вы сейчас столкнетесь еще, узнаете про проблему. Проблем, которая опять все расходится с книжным материалом на 100%. Значит, вот такой ящик такой глубины. Слой песка, слой косточек. Их много, мы всегда слой песка, слой косточек. На самом верху. К апрелю сходят. Половина, сетверт, смотря, как это. Они, кстати, еще и чувствуют весна быть ранней, не понял. Я по ним даже передвигаю весну. Вот. И что получается? Даже с самого низа лезут вверху. Вот. И получается так. Что заметила наука? Она заметила, что когда семечка косточка на достаточно большой глубине, 3-5-7 сантиметров, а некоторые заметили даже 10, лучше всходит, чем когда у поверхности. И вот этот прием стали использовать и даже писать в инструкциях. Самое неприятное было прочитать это в инструкции. Это почему-то приятное было. Потому что эта инструкция обрекла на смерть миллионы семян, потому что они самые активные в этом плане. Как это произошло? Семечка всходит вот с такой глубины. Так. И посажено на такой глубине, допустим, там из тысячи взошло бы, ну, скажем, если нормально тренировкается, 900, а которое я сажаю вот на такой глубине, может 700, 500 или даже 100. разница громадная. Косточка, которая посажена на такой глубине, семечка, вот, она более подвержена вот этим самым аномалиям, вот о которых я рассказал. А глубже спокойно отсиживается, нормально развивается и вот росток появляется. Она даже асфальт проламывает, только не сильно. И так как получается, с виду они жизнестойкие посажены на глубине. Никто никогда, я первый на планете догадался, я не связал эту эгибель массовую, страшную, миллион из миллионов, миллион из миллионов. Знаете, не связал с этим самым, с тем, что она посажена на такой глубине. Косточка в природе никогда никто не садит, она падает. Вот. Вот потом пройдем по саду огромный мандюрский абрикос, там гигантный, да? Вот. И каждый год, пока я не придавал косточки, они всходили ковром. Просто лежали и всходили, прямо такая щетка, знаете, росла. Бывала, не поднималась эта рука, коситель. Ну, когда-то это было никому не надо. Вот. Их никто не закапывает. И они-то и самые здоровые. Вот это самосев. Почему? Их никто не закапывает. Я вынужден закапывать, я бы тоже не... но тогда совсем мало их будет. Я тренировался на сливах. Была грядка, грядка голая, то есть без травы, рядом слива, нападал вот так, что аж ковром. Вот. А садить лень. Я взял их вот так ногами, потоптал. Весной дружные сходы. Все прекрасно. Следующая весна, обнаглел. Зачем мне садить? Вот. У меня вся технология от лени. Ни одна не зашла. А я их давай поднимать, они все просверлили. Все мыши съели. Один говорит, и трогал, другой съели. Вот. И когда я сажаю, но когда я сажаю на сантиметр, у меня их то же самое. Полил, вот уже часть бочки, бока попадает. Вот. Дождь полил, еще больше. Вот. Какой-то год дружный сходы, какой-то слабый. Но я одно знаю. Это самый здоровый саженец есть. Почему? Косточка – это дерево. В этой косточке и корень, и побег. А теперь представим себе, что побег растет вот с такой, даже вот с такой глубины. Вот здесь вот он. Да? Вот. Вот она показалась. Вот. Все прекрасно. Но дело в том, что корневая шейка вот тут, и вот эта часть штамба предназначена для жизни в воздухе, она под землей. Проходит 2-3 года, все мертвы. Все. Теперь вы задаете вопрос. Как же так? Все сажают, питомники продают каприкосы. А вот секрет заключается в том, что все наоборот. Питомник обязательно, никто никогда не хривает. Как вот я ноги скалечил, мой сын на коленях. Укорененную. Когда я прививаю на коленях укорененную, вот. У меня саженец абрикосовый за лето вырастает. До высоты поднятой руки, еще и выше. В 30-40 веток скелет. И тысячи цветочек почек. Вот такая громадия. Так. Питомник вот такие выращивать, даже если бы умел, невыгодно. Ну, надо посылку пихнуть. И получается так, что они выкопают, привьют за столом. И когда саженец покупает клиенту, как садят клиент? Отметки, как у Сергея, до сих пор на всей планете никто не делает. Всем на это наплевать. А отметка означает граница земля-воздух. Вот. А уже клиент садит, как Бог на душу положит. Например. Ну, то есть, примерно, яму выкопал, присыпал. В одних случаях, получается, угадал, и абрикос растет. В других случаях, он ближе, все-таки там должно быть от корневой шейки еще до корней вот такой расстоянии. Что корни бывает, аж полил, размыва. В таких случаях спазмичный гибель, а только за тормаживый трос. Потом его надо переболеть, потому что вот это место оказалось в воздухе, то, что поднимает. Он переболеет, и все-таки не расти может. Но стоит прикопать. Это касается, особенно, абрикос и грушек. Это самое слабое наши друзья. Именно на выпривание. В том плане, что стоит вот так прикопать его, то есть, небрежно. И начинается верная смерть. Не сразу. Вот. Он может дойти до плодоношения. Никогда не надо радоваться. У меня такие случаи были с неоднократным. И у многих. Раннему плодоношению. Предвестник смерти. Быстрее дать урожай. У каждого дерева, выращиваясь семечки, есть так называемый ювенальный период. Он может зависеть от сорта, он может зависеть, то есть, период детства. Да, первый плодоношение. Он может... посмотри, где там допустил людей. Эти цифры обычно касаются коммунистерства на дереве. Здравствуйте. Мы извиняемся за опоздание. Здравствуйте. Это Новокузнец приехал. Я у тебя помню. По интернету. И все. Я раз так, здравствуй, и все. Не брежно. Не, ну как? Какими судьбами? Ехали? Ну хорошо. Со вчерашнего дня к вам? Хорошо, хорошо. Итак, дай не сначала. Получается, что саженец, которому надо, наука многого добилась, по крайней мере, по-кратнему, по-кратнему, статистики. Там написано, например, яблоня бабушке должна отдать урожай первую. Я беру самый долгогиграющий. На девятом году. Ну, набрались терпение, ждете, она жила на третьей даме. Все, ребята, загибаться начала. Не радуйтесь. Загибаться начала. У нее должен быть нормально. Если бабушке написано на девятый год, радуйтесь, что восемь лет, а она растет, 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 и сразу 100 килограмм. Бак! И все нормально. А еще придумано несколько, вот, тереть себя, сорвать, десятков способов, как приблизить подносить. Все эти способы я называю садам. Другие, почему? Один из самых важных моментов, я уже, правда, надоел этим примером, связан с тем, что дерево калечит, 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 оно бах, урожай дает. Хороший урожай. Ну, как догадаться, что, ну, то есть, чем больше калечит, чем лучше урожай. А то, что, например, это умирает, ну, с морозом связывают, правильно? Чем угодно, но только не с этим. И так получилось так, что уничтожено огромное количество деревьев. И вот получилось, пойдем по порядку, косточка, семечка, закопанная глубоко, дерево может выжить, яблони выживают, вот, выживают сливы, а груши и абрикосы нет. Нигде вы не просчете, что груши боятся сырости, что у груши слабее, корневая шейка, что их обрекают на смерть как? Вот, кто-то из вас из Европы, да, лет 8 назад у вас была погода такая, еще в январе, уже зацвели весенние цветы в январе, еще в январе зеленая трава не сошла, вспоминайте, я помню этот год, потому что мне тогда приставили мертвые весной прививки, все мертвые, я спросил, почему мертвые, что же вы хотите, до января зеленые лужайки, а в январе мороз удаем, так зачем было, ну то есть по гипса, начальки прислал, предоплата, так вот, и почему я запомнил, я запомнил эти вечные советы, вам придется заниматься этим серьезно, и вы должны четко знать, нельзя вообще закапнуть грушу, вы ее закопали в октябре, все нормально, а в январе еще она подземлевой, а у вас положительная температура, загнивает 100%, загнивает 100% абрикосы, вот, то есть про это надо знать, теперь, итак, допустим, вы послушали меня, из большей доли риска, вы садите весной, но надо садить так, чтобы уже по времени туда риск уменьшилось, не глубоко, на грани размыва, чтобы это самое, и тогда у вас уже пересаживать не надо, вы должны четко разделить саженцы, на пересаженные и не пересаженные, все пересаженные инвалиды, все до единого, мне, конечно, неприятно было читать от специалистов такие, злобные эти, что вы, всю жизнь это пересаживали, вы тут, это, кто из вас чувствует разницу между пересаженными или нет, вот, сейчас я выключу телефон, если поняк приняло семечко, если оно уже растет, растет, нормально разживается, стоит его, кстати, с пересадкой связаны тоже ранний урожай, я вам уже сказал, ранний урожай, это близость смерти, а не это, не процветание, вот, центральный корень долой при любой пересадке, дерево отрастит новый центральный корень, но он уже будет всегда больной, очень сильно цепляется то, что вы не видите никогда, это надо дерево выкопать, еще, которое загибается, меня часто приглашают в сады и говорят, помогите усвоить причину, все саженцы покупные, да выкопай его и посмотришь, что гнилые эти корни, что там говорить, посмотришь, что корни начали отгнивать, вместо того, чтобы центральный корень новый вырастет, для вас все-таки существует сейчас два пути, первый, посадка маточного сада, то есть уже готовые саженцы, но для чего они вам будут нужны, сейчас я вам покажу на очень интересном примере, для нас, Сергея Валерьевича, две веточки, обошлись, веточки, тысячу рублей, это тоже очень важно, обратите внимание, вот тут вот растет, мы на рынке купили по 500 рублей, два столовидные яблони, вот одна, вот вторая, они погибнут в 100%, для чего мы их купили, вернусь, нет, видели, они просто дали небольшие, мы срежем эти веточки, привем на сибирки и увеличим нашу коллекцию на два сорта колоновидных ябл, и поставим еще несколько рекордов, то есть вы уже поняли, все сибирское садоводство основано на прививках на ранетки и на сибирки, наука на ранетки, здесь сидели очень серьезные люди, по мере неудобно называть, я их упрекнул, что это, что вы творите, на ранетки раз мужа прививать в Сибирь, когда сибирки здесь лес полон, мне говорят, нас заставляют, это вот, опять неудобно название этого, ГСУ назвать как-то, вот, нас заставляют, где вы берете семена, нам присылают, то есть им присылают такой мешок, они это прививают и продают людям, вот, ваш путь тут будет исключен, надеюсь, потому что Ронецк все равно уступает по моростойкости, а значит, если уже брать, то брать крайность, самая моростойкая в мире, яблон, и это Сибирь, мы с вами, когда нам устанем сидеть, сидим в заднице, мы с вами пойдем недалеко, я вас буду учить искать Сибирь в тайге, когда мы под Красноярском, я даже из машины не выходил, показал, вот они, когда меня возили, вот, то есть, мы там искали участок, и я говорю, мы сейчас найдем Сибирь, Сибирь там полно, приезжал ко мне Мальцев Андрей, значит, я ему показал, как выглядят Сибирь, он их нашел, где, возле Екатеринбурга, прислал фотографии, 100% Сибирь, то есть, они есть вообще Сибири, наука отстала от жизни, они, мол, растут только в Забайкалье, все остальное это Ранетка, вот, а наши Сибирь отличаются тем, что они уже давно немножечко окультурили, если я вам покажу такие, и для вас, для, может быть, для Москвы Ранетка пойдет, для Сибири только в Сибирь, это для тех, вы же приехали учиться сами, выращивать, прививать, правильно? Сегодня я вам покажу, как надо прививать, но пока чуть-чуть общие принципы, смотрите, что получается, я вам сказал, что смешанный сад, это смешанный сад, и тут происходят такие чудеса, вам придется, работая в смешанном саду, вам надо будет обязательно, ну, не дикие, но совмещать полукультурные формы и культурные, почему? Потому что я это называю сексом между деревьями, половые органы это пчелы, и в этом случае происходит без зачатия оздоровление садов, оздоровление культурных садов, да, вот, причем без одичания, потому что, ну, вот сами посмотрите, и вот я привел пример, и происходит все-таки небольшое усреднение культуры, возьмите, съешьте по одной, на этом дереве первого рожая было съесть невозможно, эти самые дикие груши, это знаменитые, сурецкие груши, самые морозостойкие в мире, оккультурилось, и я боюсь, потерял морозостойкость, но, я не говорю, что это моя заслуга, что это я специально, это мои наблюдения, груши, культуры, и абрикусы, и прочих культурных садах взаимодействуют, понимаете, то есть они были настолько несъедобны, это невозможно представить, чтобы кто-то смог съесть одну штуку, это, ну, на спор можно там, поспорить на бутылку, еще можно съесть, а так невозможно, вот она оккультурилась, да, еще кому надо, вкусная, правда, это два года назад, она была чуть-чуть похуже, но Курдюма уже признал, это он у меня тут гостил, вот, то есть, получается так, еще один принцип, это должно быть, я сказал, разновидовый, то есть смешанный сад, но внутри культур сад начинается заниматься самооздоровлением и самозащитой от болезни от невлад только с какого-то момента, когда их много деревьев, много, вот, смотрите, у соседей растет три моих абрикоса, королевские, вот такие плоды, вот такие плоды, да, получается, как отдельный анклав, никто им не мешает, сами себя опыляют, все, сохранили эти самые, свои качества, здесь абрикосы начали терять крупность, и те же королевские стали почти в два раза меньше тех, вот, почему, потому что они взаимодействуют с более мелкими плодами, от более, как сказать, мелких, ну, не то слово, от полукультурных они получают взамен здоровья, понимаете, вот, то есть сад маленьким быть не может, за счет густоты, когда мы пойдем по саду, я вам буду подводить, давать характеристики, и что у вас может расти, а что может не расти, вы увидите, что там пройти практически невозможно, это я называю первый этап, вот кто-то сюда ехал, кто-то тратил деньги немало, еще потратит, вот, вы одно должны понять, есть крайний случай, надеюсь, тут таких нет, иначе не приехали, пришлите мне три косточки, у вас написано 50, вот, но написано 50, потому что я не могу на посте стоять, по три косточки высылать, и зато там подушку ставить, и ночевать, вот, мне не нужно 50 деревьев, кто вбил человеку в голову, что 50 косточек 50 деревьев, если речь идет, о вот этих роскошных, моих 100 граммовых, то есть 50, дай бог, если 2-3 дойдет до плодоношения, вот эти, и они будут уже в два раза меньше, и вы можете стать основоположенного сорта, но однажды можете вообще остаться без обеих, и наоборот, потом подойдем к этому гиганту, а его опыляют соседи, и, кстати, вот хорошо вот здесь сохранилось, это слива, да? Нет, это абрикос, это гибридный манджурский абрикос, спасибо, манджурский есть невозможно, а вот это его дитя, вот вы видите крапинку, это папина работает, два амора, вот они рядом, такой же сумасшедший урожай, попробуйте, теперь можно есть или нет, пойдет на компот или нет? Можно, можно, только от скисленки. А попробуйте манджур-то, тоже как от груши этой, дикой, перекосит морду, извините, заворожай, вот, немножко оккультурилось, и вот здесь происходит это, конечно, сближение, но, пусть я теряю где-то небольшое качество в одних, потому что я еще удивился, у меня Королевский измельчал, а этот самый, академик, и не так давно у меня завелся, лет 8-9 назад, вот с этими громадными плодами, он пока сохраняет свои качества, но последнее поколение уже начинает, это, вы когда-нибудь тут измельчали, мутировать, тут будет как делать, у меня, допустим, знаю прекрасного садовода, у нас здесь, он берет, уже, наверное, лет 30, с одного и того же дерева, прекрасное абрикосовое дерево, берет веточки, а тут другой принцип, с каждого нового поколения, ветка, и так идет, перенос со второго на третьего, третьего на четвертый, с четвертого на пятого, вот, у меня получилось так, что я пока еще качество плодов не потерял, жаль, вы не видели эти 50 деревьев, которые, невыносимый урожай, невозможный, я его назвал нереальным, вот, все-таки самозащита сработала, так, перекрестное опыление сработало, раз их так много, вот, и везде не означает, вот эти вот, среди культурных, вот эти самые, маньчжурцы, которые, с которыми они занимали сексом, извините за это выражение, но оно на более образное это выражение, это здоровье.